только не сведущий человек может сказать что subaru forester в четвертом поколении очень похож на поколение номер 3 нет во первых он стал моднее наконец-то появились светодиодные трубки в парах которые огибают их особенным образом так не делает практически никто глазу не видно что подвеска стала жестче а собственно говоря от построения подвески от тележки плясали при создании нового образа subaru forester в четвертом поколении жестче стало много чего с жестче стала конструкция амортизатор я не сразу понял эту инструкцию устанавливайте временно запасное колесо только вместо заднего колеса если проколото переднее колесо замените это колесо одним из задних колес и установите временное запасное колесо вместо снятого заднего колеса мне кажется очень часто повторяется слово колесо хотя колеса я здесь не увидел ну вот под полом под пальш полом расположена докатка багажник при этом при том что здесь не полноразмерное запасное колесо увеличился незначительно хотя составляет конкурентно способные на сегодняшний день 505 литров при поднятых спинках заднего сиденья спинки обратите внимание умеют регулироваться по углу наклона правда у них всего два положения сложить спинки вы можете клавишей из багажника аналогичную систему применяют уже многие производители кроссоверов ну и основное отличие четвертого поколения форестера то что здесь появилась возможность установить электропривод задней двери причем кнопочкой слева от рулевого колеса вы можете установить высоту подъема крышки ну допустим у вас низкий потолок в гараже привод отъедает целых 12 литров полезного объема очень-очень медленный но он есть и это добавляет не самому дешевому на рынке кроссоверу некий премиумный шик вот в поколении 4 subaru forester опять вернули подвеску не жесткую она не жесткая отнюдь но она жестче чем в поколении 3 я чувствую что автомобиль стал более четко реагировать на движение руля он хорошо въезжает в поворот охотно но при этом мы вот выезжаем на пересеченку и нету зубодробительной жесткости большинства современных кроссоверов те которые ориентированы большей частью на городскую езду все-таки платформа subaru impreza автомобиля раллийного изначально и инженерные решения которого оттачивались именно на раллийных допах сказывается на том что подвеска здесь она очень тонко балансирует на грани мягкости и необходимой жесткости как раз то вот что мы хотим от большинства крупных автомобилей мне сразу не понравилось звук работы климатической установки forester мне показалось что работает очень громко а потом я понял в чем еще дело кроме того что вентилятор сам по себе довольно шумный в салоне тихо если выключаешь климатическую установку шумовой фон который приходит ваши уши очень сильно отличается от того что вы слышите в большинстве современных кроссоверов за те же деньги сейчас мы едем по проселку и мне вот нравится как он это делает потому что он делает это как раллийный автомобиль платформа от subaru impreza автомобиля который все технические решения которого изначально проектированы спроектированы и проверены на раллийных допах это очень здорово даже при том что в этом поколении forester стал вроде бы жестче но при этом до пробоих подвески я вот чувствую что очень далеко и ехать можно очень быстро гораздо быстрее чем это делаю я между сосен я просто не знаю что это за дорога и какие тут повороты они большей частью закрытые гигантский для компактных кроссоверов дорожный просвет 220 миллиметров под днищем во вторых при том что автомобиль не выглядит кургузом у него массивные достаточно и передние задние свесы но при этом угол въезда 25 градусов угол съезда 26 очень хороший показатель на сегодняшний день в третьих здесь есть система полного привода вариатор линеатроник это первый вариатор такая знаете комбинированная система когда вариатор состыкован с гидротрансформатором и таким образом он еще может общаться с полным приводом передавать крутящий момент на все четыре колеса раньше это инженерное решение до subaru не применял никто кроме этого перед рычагом вариаторной трансмиссии есть кнопка x-мод x-мод это полноприводный режим который кнопка которая переводит автомобиль некий полноприводный режим боевой готовности то есть по-другому начинает общаться между собой коробка руль мотор и система которая распределяет крутящий момент между колесами две кнопки на руле с ай объединяющие их полоска с ай драйв это два режима в которых могут работать в которых может работать трансмиссия вариаторная трансмиссия линеатроник я вот сейчас пытаюсь найти между ними разницу сопровождается переключение вот таким громким пик также как включается x-мод не знаю я вот разница в поведении машины субъективно что-то не очень ощущаю вообще с разгоном с этим мотором 2 и 5 мощностью 172 лошадиные силы у форестера все в порядке с места он рвет по ощущениям очень бодро даже бодрее тех паспортных девять целых девяти целых девяти десятых секунды до сотни я бы сказал что он едет ну как будто секунд восемь максимум при этом сопровождается все бодрым взрыком откуда-то вон оттуда из-под правой ноги но потом когда уже движение больше уста 120 километров в час дальше ускорение идет уже не так охотно ускорение схода обгон на трассе если вы вдавливаете педаль в пол происходит больше громко чем резко то есть динамика ускорения вы все это чувствуете но сначала слышите происходящее и звук этот не похож на звуки других моторов других кроссоверов все-таки оппозитник имеет свой такой своеобразный голосок высоких пронзительный тем более что пик крутящего момента вот на этом автомобиле достигается после 4000 оборотов в минуту это знаете крутильный такой силовой агрегат на российском рынке forester доступен еще с мотором двухлитровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил и очень интересный новый турбированный двухлитровый мотор аналогичный силовой агрегат устанавливается под капот спортивного приспортивленного subaru brz этот силовой агрегат выдает 240 лошадиных сил по ценам subaru forester самая доступная его комплектация пересекается уже с опять же subaru subaru xv в максимальной комплектации то есть они на этом поле начинают конкурировать поэтому фирма разводит их немножко в стороны по назначению и по целевой аудитории forester по сравнению с xv он все равно более комфортный он воспринимается комфортнее здесь больше места здесь естественно в разы больше багажник и этот автомобиль я так думаю выберут уже для семейных выездов при необходимости еще и преодолевать какое-то серьезное бездорожье не знаю скорее большие участки плохих дорог плохого грунтового покрытия потому что по ним forester умеет ехать очень комфортно быстро управляемый прогнозируем а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok